Чё-то он уже не такой милый, вам не кажется? Я бы не сказал, что это спасение! Ой-ой-ой-ой! Это плохо! Это очень плохо! Он кучу культистов послал за мной! Здравствуйте! Не будет у вас минутки поговорить о конце света. Ну, вы знаете, угроза расправы над человечеством, всяческие болезни и всё вот это вот. Да. Мы ко всему этому движемся и я предлагаю вам услуги нашего культа. У нас есть, к примеру, древнее злобное божество, которое будет карать грешников. Есть избранный Агнец, который поведёт нас! А также, конечно же, есть вкуснейшие шоколадные печеньки, хотя и овсяные есть. Да много разных печенек есть. Если вы вот хотите присоединиться, обязательно поставьте лайк. Вы же хотите, не так ли? Целовся, Агнец! Тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кто ждёт в небытие. Берегись заклания, ибо корона не может возлежать до двух головах. Ну а кроме шуток, я не знаю, что происходит, но в стиме за этот год появилась уже вторая или даже третья игра про основание своего культа. И вот она, вот он наш милый Агнец, вы посмотрите на него! Ну как он может находиться среди груды черепов? Боже, какой кошмар. Ладненько, давайте мы хоть с чего-то начнём. Видимо, мы чем-то провинились, возможно, это мы сейчас являемся грешником, и мы будем проходить обред очищения. О май гаад! Давайте-ка мы встанем на колени перед ними. Ну, они опасны, ребята. Много лет ушло до того, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Еретик, заключённый в небытие, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. Слушайте, я вот не очень хочу в вас верить, вы какие-то страшные. И игра начнется вот с этого? Да нет. Нет! Ну он же милый! Да не может такого быть. What the fuck? Это как в меме. Все, мы оказались в раю. Какое странное начало у этой игры. Ну, предположим. А это кто у нас? А, это как раз таки древнее хатаническое божество, которое судя по всему будет нам помогать и которое мы должны освободить. Да? А, да, это тот, кто ждет. Подойди ближе, не бойся. Тебе изгнали из мира живых, но твой путь еще не закончен. Эти скадоумные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече. Однако они же отправили тебя прямо ко мне! Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? Слушай, ну... Хм... Конечно или да? Ну, конечно. Да, конечно. Без проблем. Как бы тебя не звали, тот, кого ждет, тот, кто придет, тот, кто уничтожит. Много у него имен, на самом деле. Он дарует мне силу. О май гад. Что-то он уже не такой милый, вам не кажется? Потрясающее начало. Это одна из немногих игр, которые начинаются с того, что вас убивают буквально. Еще и меч дают. И что, я сейчас буду мстить? Серьезно? Это же просто фантастика. Ну все, мы отправили их к тому, кто ждет. Замечательно. Кстати, игра выглядит невероятно стилево. Если вам нравится, поставьте сразу лайк. Стоять! Куда? На кого? Мечом замахиваешься? Ты видел, кто я? Я приспешник сотоны. Аккуратно уклоняемся. Интересно, у меня много жизней. Че я еще могу разносить? Да я все могу разносить. И судя по всему, нам нужно свалить отсюда как можно дальше. Иначе эти чуваки нас поймают и опять четвертуют. Не бойся, меня зовут Крысао. Когда-то я тоже носил эту корону, но те времена давно прошли. What the fuck? То есть мы не первый и не последний такой чувачок? Мне поручено наставлять тебя. Мы находимся в землях древней веры, где за каждым деревом могут предаться враги. Я должен отвезти тебя в безопасное место. Иди меня прямик через лес. Я буду рядом. Окей, ты вроде выглядишь мило, хотя я не удивлюсь, если он меня предаст под конец и станет каким-нибудь местным боссом. А здесь есть какие-нибудь монетки, которые я потом могу выменять на души грешников? Или я должен наоборот собирать души грешников, чтобы выменивать их на какое-нибудь золото? Ооо! Сундук золота! Как раз! Замечательно! Я же говорил, нам нужны монеты! Я же до золота порабощаю. Денежный знак, который используется для самых разных целей. Короче, за монеты мы будем что-то покупать. Это очевидно. А куда мы пойдем? Направо, вниз, налево? Ладно, давайте мы сходим налево. Что-то не нравится мне эта идея, но выбора особо-то и нет. И пока что игра мне это напоминает чем-то Айзека. Только в Айзеке мы плачем слезами во врагов, а здесь мы уничтожаем их праведным мечом. Еще одна монета. Ооо! Это хорошо. Вниз я пройти не могу. Видимо, там босс какой-то. Ну, кстати, я уже готов сражаться с боссом! Я уже чувствую мощь в себе! А монеты могут быть внутри вот этих камушков? Нет. Судя по всему, внутри камушков у нас монет нет. Давайте мы тогда сходим вниз. Уничтожим всех здесь и получим очередную монету. Судя по всему, мы должны сначала выменять монеты на что-то интересное, а потом уже идти к местному боссу. Либо же босс будет вообще в конце локации после четвертого уровня. Что это за красные шипы на земле? Или что это такое? Мины какие-то? Не совсем я понимаю, что это, но я получил еще одну монету. Едем дальше. Ооо! Еще одна монета! Ооо! Целых три монеты! И сейчас я, судя по всему, буду их обменивать. А это что такое? Там мы будем кому-то поклоняться? Или нам будет кто-то поклоняться? Оооох! Вы падлы! Вы что устроили? И почему они не обращают внимания на то, что мы пришли? На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас они принесут в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его, и ему придется присоединиться к тебе. Окей. О всемогущие епископы древней веры, примите эту убогую душу. Куда стоять, э? Кто посмел прервать наши ритуалы, вторгнуться в священные земли? Я посмел кого? Куда стоять? Отныне ритуалы производятся только с моего одобрения. Вы отправляетесь прямиком к нему. Вот к нему или к нему. Где он там находится? Я не совсем то и понял. Мы в раю его нашли или в аду? Потому что ад выглядел подозрительно светло. Давайте мы его спасем. Хотя я бы не сказал, что это спасение. Куда мы его отправили? Он такой милый. Такой. Ладно, самое время сваливать отсюда. Это у нас последний уровень. Судя по всему, дальше уже обучение закончится. Привет, крысау. Мы в безопасности. Можешь выдохнуть спокойно. Аллая корона позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Ты перенесешься туда, где когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый культ. До встречи. До встречи, крысау. Возвращаемся в поселение. И сейчас мы будем организовывать свое маленькое культистское поселение. Еретики побежденные. Эта земля очищена от безбожников. Вы получили плюс 50% новых предметов за поход без урона. Так мне даже урон никто не нанес. Хорош. Я просто мега велик. Такой культ организуем. Вы даже не представляете себе. Да, появление в этой игре эпичное. Так, выбор уровня сложности. Я чувствую, если я поставлю какую-нибудь высокую или наивысшую, мы будем с вами страдать. Я буду страдать от сложности, а вы от моей тупизны. Поэтому вот, рекомендована средняя. Давайте начнем с средней. Потом, если что, повысим. Если вам уже нравится эта игра и вы хотели бы увидеть продолжение, ставьте лайки. Давайте попробуем собрать тысяч пять лайков. По классике. Ну а пока давайте заценим, что у нас за поселение такое. Эта священная земля раньше принадлежала мне, но теперь она твоя. Здесь, на руинах, был их найдешь. Тебе предстоит основать свою религию. Окей, си. Впереди много работы. Всех, кого ты приведешь, нужно будет обучить и посвятить в последователя. Попробуй! А последователи могут собирать за тебя материалы. Прикажи этому рубить бревна или добывать камень. Так, а где он? Блин, что-то он не сильно-то доволен. Но зато я спас тебя от безбожной смерти. Давай я тебя обучу бревна рубить. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ Ягненка. Ха-ха! Прям так сразу. Ой, я могу им облики менять. Круто! Я могу менять ему прям пол... Я могу основать лесячий культ! Они все могут быть лисами! Это шикарно! Да! Так, цвет. Ну, конечно, рыжая лиса, хотя красная лиса такая мне больше нравится. Давайте такая. Рыжа-красненькая будет. Ох, какая печна-то! Это прям круто! Особенности у него есть. У него есть бесцельность жертв. Вы теряете 5 единиц веры, когда приносите последователя в жертву. И гермофобия. Вы теряете 10 единиц веры, когда заболевает этот последователь. Значит, он не должен нас болеть. Я могу еще имя ему поменять. И давайте в качестве интерактива имена культистам будете придумывать именно вы! Вот сейчас его зовут Панатре. Это супер странное имя. Но потом мы его поменяем. Здарова, Панатре! Лисячья личность. Посмотрите, как он счастлив работать на нас. Давай, беги рубить деревья. Замечательно. Ну, а мы пойдем, видимо, истреблять грешников. Скоро это место станет сосредоточением силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. Собери нужные материалы и поставь походную печь. На ней можно будет готовить пищу. Окей-си. А, я должен сам еще что-то рубить? Серьезно? То есть, это еще и некий кликер? А мне уже нравится эта игра. Так, а я могу просто ягоды какие-нибудь собрать? Могу, но это займет очень много времени. Давайте я лучше камушки пособираю. А где наш чувачок с бревнами? Эй, чувачок! Культист Панатрео! Как у тебя там дела с бревнами? Ну, что-то не очень. Давай я тебе помогу, а? Я не такой плохой правитель. Руби бревна, все правильно. Давайте я тогда это бревно порублю. Нет, не могу я порубить это бревно. Вот это дерево давайте срубим. Большие деревья я пока что не могу рубить. Все! Мне всего хватает. Давай я твои бревна тоже соберу. Побежали походную печь вставить. В ней я как раз таки с помощью ягод, наверное, что-то интересное смогу варить. Хрючево какое-нибудь. Так, куда я ее могу поставить? Ага! То есть здесь даже прям полноценный процесс строительства есть. Ну, давайте мы ее сюда впихнем. Замечательно, мне уже нравится. Давайте мы ягоды соберем, может, все-таки. Или какие-то инструменты новые нужны? Так, эта штука строится не сама, я должен это строить. Ягодный джем. Нужны как раз таки ягоды, но об этом я уже знаю. Давайте мы тогда соберем ягоды. По-хорошему нужно вообще все ягоды на локации собрать, чтобы они у нас были про запас. Хотя непонятно, они заново вырастут, если я их все соберу. Я, кажется, научился быстро собирать ягоды. Нужно просто зажимать кнопку, а не кликать. Ну, давайте я сейчас быстренько соберу ягоды. Раз, два, три. Готово. У нас еще есть семена какие-то. Я не совсем понимаю, как сажать пока что. Но я думаю, мы разберемся. Давайте пока начнем готовку. Приготовим несколько ягодных джемов. Используем все наши ягоды, которые мы собрали. Так, а готовиться эта штука будет сама? Я вот не совсем понимаю. Или мне нужно дать культисту задачу готовить? А, нет, я должен готовить сам с помощью мини-игры. Нифига себе. И вот они наши блюда. То есть теперь культисты будут приходить туда и кушать. Теперь нужно построить алтарь, но для этого потребуется больше последователей монет. Тебе придется совершить поход в земли. Древней веры. Наш с тобой благодетель. Тот, кто ждет. Находится в плену четырех епископов древней веры. Каждый из них охраняет цепь, удерживающая его в небысье. Короче, я понял. Мы уничтожаем боссов и возвращаем его, его, его. Ты где вообще? Алло, алло. Куда-то он пропал. Мы узнали, как проникнуть в их владение. Твоя задача найти. Убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Все, мы можем, в принципе, уже отправляться, так сказать, истреблять грешников. Но для начала я хочу посмотреть, что с едой-то. Она так и будет лежать? Или я могу ее собрать? Видимо, она будет лежать, и они сами будут питаться. Я, по крайней мере, на это надеюсь. В принципе, можно будет в будущем здесь все очистить. Мне очень нравится, что здесь куча механик сразу есть, и они друг другу не мешают. Так, последователи здесь оставляют материалы. А-а-а, я понял. Ну, давайте мы пока что отправимся прямиком в лес. Я знаю, что вы хотите посмотреть, как здесь все это устроено. И первая дверь у нас открывается с первым как раз-таки боссом. Интересно, смогу ли я за один раз дойти до босса? Ого, как страшно это все выглядит. О, там один наш последователь, посмотрите. О-о-о, это все так мило, но страшно. Но мило! Окей, я попробую пройти как можно дальше за первое прохождение. Это у нас некий рогалик. У нас всего три жизни, серьезно? Ладно, я не так далеко пройду. Меч из воевателей сразу нашел. Хорош. Так, ну неплохо он гасит. Что здесь написано? Этими землями правит епископ Леший. Те, кто нарушит законы древней веры, будут стерты в пыль. А-а, это я сотру всех в пыль, если меня, конечно, первым не сотрут. Так, разносим их всех. Ну, кстати, противники стали чуть-чуть помощнее, вот прям капельку. Я не думаю, что они пока что будут наносить мне урон. Что происходит-то? Что происходит? What the fuck? Так должно быть? Эй, эй, стой! Какого черта? А, это Леший. Что же это? Тебя придали топору, как и всех твоих сородичей. И все же ты стоишь сейчас передо мной. Корона. Его сила. Неужели? Неважно, я все равно сильнее. Беги, пока не поздно, маленький ягненок. Э, в смысле? Мы не будем сражаться? А ну, свалил я тут крутой. Пока до тебя не дойду. А вот когда я до него дойду, тогда я буду уже не такой крутой. И пока что я очень сильный. Так, монеты. Ого, монеты мне нужны, чтобы построить алтарь. Это я помню. Сверху, справа у нас карта, если кто не заметил. То есть мы можем прям ходить, изучать здесь все. Я вот хочу какой-нибудь апгрейд увидеть, потому что это у нас рогалик. А в рогаликах целая куча апгрейда. Вряд ли они будут покупаться именно за монеты. Я думаю, что мы будем их, как в Айзеке, находить на самой локации. А я, в принципе, Айзека люблю. И вот уже какие-то бонусы, карты мы нашли. Это у нас клонок. Славься, Агнец. Тебе да ровно великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытие. Так сказали мне карты много столетий тому назад. А может, это еще не свершилось? Я испокон веков раскладывал твои карты, и все же сейчас это случится впервые. Взгляни на эти карты. При каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащенные мною карты дадут тебе силу. Е-бой! Я же говорил, какую силу? Знакомую и неожиданную одновременно. Карты выберут сами. Окейся. Ау, мне дают карту на выбор. Влюбленные. Предложение сердца равносильно клятве верности. Это, судя по всему, даст нам дополнительную жизнь. Или же вы можете получить сердечки при убийстве врага с вероятностью 10%. Блин, и та, и другая карта прям очень, очень мощные Ладно, я думаю, что дополнительная жизнь мне больше пригодится Вдруг мы можем получать здесь сердечки и из других источников Судьба сказала свое слово Кто к ней прислушается? Не знаю, но я пока что сваливаю отсюда У него я вроде больше ничего получить не могу Или давайте мы вернемся Вот что там справа у него было? А, ничего и не было, собственно, говорят Твои карты разложены, все Если мы встретим его еще раз, он нам даст еще какой-то бонус И я думаю, мы его скоро встретим Ну а пока давайте уничтожать еретиков! Интересно будет посмотреть на общую карту, как она здесь выглядит Собираем монеты Просто хочу понять, как далеко мне придется топать до босса Или же на каждой локации будет мини-босс Вот что меня интересует Вот здесь у нас будет мини-босс? Нет Я могу пойти за древесиной, за ягодами, за камнем Ну и потом я в любом случае выйду к боссу Ягоды у меня вроде есть В принципе, древесину было бы неплохо взять Давайте мы возьмем древесину Вот она она О, прям вот так очень быстро мы ее собираем Нифига себе! Сразу целую кучу бревен Охренеть, как круто Я могу еще здесь дров нарубить Хорош! Мы получили почти сорокет, заразна Да там мой лисенок бы собирал все добро Несколько недель, несколько месяцев И все, я сразу же перехожу к боссу То есть эти локации созданы исключительно для добычи ресурсов Интересная механика Я раньше такого в рогаликах не встречал Если вы встречали, напишите где Ну а я пойду прокачиваться Потому что уже совсем скоро мы должны встретиться с боссом Ай-яй-яй, меня задели! Я хотел это все без урона пройти. Вот я еще видел, что мы здесь траву какую-то собирали, если я правильно заметил. Да, вот, трава. Я не знаю, зачем она нам, но траву по-хорошему нужно тоже срубать. О, еще одна карта Таро. Что это за карта? Телескоп, обозри все свои будущие владения. Вы видите все, находящееся на карте. Ну, хз, пока что карты очень маленькие. Или заячья лапка. Вы сможете найти более ценные награды в сундуках. Вот это круто. Правда, это как-то не очень похоже на заячью лапку. Окей, забираем. Я теперь буду везунчиком. А везение мне пригодится, потому что уже совсем скоро будет босс. Стоять, подлюка, стоять. Все, хорош. О, нет, что это такое? Вау, еще более мощный меч. Теперь у нас будет еще больше урона. Правда, у нас множитель всего на 0-1 изменился. Я думаю, это ровным счетом ни на что не повлияет. Но как бы все равно спасибо. Удача реально на что-то влияет. Культисты пришли внезапно. Я уже и забыл про то, что вы здесь есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то они какие-то мощные стали. Это больно быстрые. Так, что нам выпало? Семена ягодного куста. Да я даже не понял, как их сажать. Вы меня для начала обучите, вот, фермерству какому-нибудь. А потом уже выдавайте мне семена. Что это за значок страшный? Надеюсь, здесь будет не совсем что-то страшное. Что, опять в жертву кого-то вы собираетесь приносить? Леший. И здесь твой путь завершается, крошка ягненок. Мы, последователи, готовы на все ради меня. Сможешь ли ты сказать тоже о своих? Моя жизнь предлежит вам, о велике. Заглядаю тебя кровью великих, уничтожь алую корону. О нет. Он сейчас превратится в босса. Я думал, мы с самим Лешим будем сражаться. Охренеть! Получается, все-таки будут мини-боссы на локациях. Так, какие у него атаки. Он у нас каким-то говном стреляется больно. А, мы можем отскакивать. Я что-то совсем забыл про это. То есть, сделаю пару атак, потом атакую. Потом опять делаю пару атак. Ну, это, в принципе, простой босс. Давай, атакуй. Ну, какой-то слабенький. Совсем слабенький. Я его почти уже уничтожил. И все. Это очень простой босс, но это первый босс. Мы спасли какого-то чертенка. Так, проведем над ним обряд. Пощади! Не-е-е, я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Эй, да он предатель! Зачем мы его с собой-то забираем? Типа он идет за теми, кто сильнее. Он ждет у нас обучения. Я могу собрать золотые самородки, маленький подарок или ягоды. Золото или подарки. Непонятно что или золото. Ну, я даже не знаю. Ягоды мне вряд ли пригодятся. Ладно, хочу подарок. Вам же интересно, что внутри? Мне тоже интересно. И тут целая куча монет, 25 штук. Я рад этому подарку. Монеты мне нужны. И, в принципе, с первым боссом мы у нас разобрались. Топаем дальше. Еще будет три босса, если я правильно понял. Я могу вернуться в поселение, а дальше пройти не могу. То есть я должен уничтожить четырех мини-боссов, и только потом как раз-таки будет что-то новое. Но давайте мы для начала вернемся в поселение. Жалко, конечно, что я немного здоровья потерял. Если бы не потерял здоровье, было бы еще лучше. Получил бы какой-нибудь бонус небольшой. Но пока возвращаемся к прокачке. Нам нужно еще одного чувачка обучить. Что такое? Рад, что тебе удалось не только вернуться, но и привезти кого-то с собой. Твоя паства растет. Давай обучим новичка правилам и продолжим работу. Так, здорово, чувачок. Я думаю, он у нас будет добывать какой-нибудь камень. Давайте мы сделаем его тоже лисенком. Возможно, мы будем делать им разные цвета. Давайте этот будет вот более рыжий такой. Чтобы я мог как-то их отличать, если там сверху имен нет. Вообще тут целая куча обликов. Мы можем делать их черепашками, слонятами, собачками. Даже змейками. Да вообще кем угодно. Это очень круто. Его зовут Амдусиас. Вот реально, имена здесь всратые. У него тоже гермофобия и болезненность. Отправляем его добывать камень. Давайте мы заглянем в сундук, посмотрим, что в сундуке. Да что такое? Последователи могут работать или молиться. Моляющиеся последователи выражают преданность, которую ты будешь поглощать. Преданность должна где-то накапливаться. Да, я помню про алтарь. Сейчас мы его построим, но для начала нам нужно ресурс собрать. 25 бревна. Ну да, я же говорил, они не очень-то и быстро накапливают ресурсы. Но у нас пока мало последователей. Еда здесь есть. Алтарь, я уже могу построить? Да, могу. У меня есть 30 монет. Не зря, я как раз-таки там выбрал подарок. Размещаем алтарь прямо здесь. И начинаем его строить. Он у нас прям по центру будет хорош. Они прям собираются у алтаря, помогают мне. Нам нужно 4 последователя, я там уже сразу вижу. Благословенный день, теперь последователи смогут молиться тебе. Я направил сюда нового последователя, приручи ему молиться у алтаря. Поглощай преданность, которая накапливается в лагере, она дарует тебе откровение. Откровение о том самом, судя по всему. Это у нас пёсель. Сейчас мы его превратим в лесу. Я, правда, не совсем понимаю, как это работает. Его зовут Тиджульмер. Чего, блин? Давай сразу тебе имя поменяем, оно у тебя странное. Тиджул, во, вот это уже получше звучит. Ты будешь у нас какой-нибудь чёрной лисой, раз ты у нас будешь там сидеть. Молиться, так сказать, вот. Неплохо он выглядит, правда он больше на волка теперь похож. И у него крепкое телосложение. Последователь выздоравливает на 15% быстрее. Так, но он ленится. То есть скорость работы у него понижена. Это хреново, чувачок. Я бы тебе дал за ленность-то. Но у тебя задача будет несложная, тебе всего-то нужно молиться. И дальше, получив откровение, мы сможем открывать новые постройки. Круто. То есть пока я там сейчас буду опять избавляться от демонов, они будут молиться. Но вот молиться он тоже очень-очень медленно. То есть я могу сразу получить одну. И могу сразу получить откровение прям сходу. Спальные мешки, например, разблокировать. А, нет, требуется храм. То есть я могу тогда только храм разблокировать. Но давайте мы разблокируем храм и сразу его построим. Дальше будет спальный мешок. Тоже одно откровение требуется. И участок земли, на котором я смогу что-нибудь высаживать. Вот, тоже одно откровение требуется. Но для начала нужно построить храм. Нужно пять камня. Ну, камни я быстро сейчас добуду. Я, в принципе, уже собрал нужное количество камней. А где наши чуваки-то? А, вот, да. Он рубит дерево, этот рубит камень. Все хорошо. Этот молится. Этот сразу под присмотром. Он самый важный здесь. И можем строить храм. Правда, я хочу его поставить где-нибудь здесь у входа. А там нам мешают ягоды. Давайте я здесь все почищу. Чтобы все было, знаете ли, красиво. Все было по чистоте. Ну, вы знаете, насколько это важно. Чтобы в вашем поселении Кулькиста все было красиво, да? Так, и можем строить храм. Вот, прям, в принципе, здесь. Так, чтобы он не прикрывал нам вот тот ящик. Можно даже поближе. Вот где-нибудь. Вот тут. Замечательно. Идеально. И, чуваки, идите мне помогать. Мы тут храм строим. Так, оранжевый уже бежит. Все, бегут они сюда. Замечательно. Давайте, давайте, активизируемся, помогаемся. И храм у нас готов. Че у нас будет в храме? Храм это сердце твоего поселения. В нем ты будешь читать проповеди, чтобы становиться сильнее. И проводить ритуалы, чтобы влиять на умы своих последователей. Твой долг укреплять веру. Паствуя. Если вера ослабнет, твои последователи станут инакомыслящими. А затем покинуть себя. Они готовы выслушать твое послание. Докажи, что тебя по силам вести их за собой. Войди в храм и прочитай проповедь. Окей, теперь у нас еще появилась вера. То есть я должен их кормить. Я должен заставлять их верить время от времени. Ну давайте мы начнем таинство. Боже, и о чем будет наша проповедь? Я думаю, это тоже будет реализовано в виде какой-то мини-игры. Вау. Так, раз, два, три. А в чем мини-игра? Сила в пастве. Вера последователей делает вас сильнее. Черпайте у них жизненную силу во время проповеди, чтобы открывать новое оружие. Чем выше доверие, тем больше преданности. Охренеть. О, так это открывает способности. Вы получаете половину сердца навсегда. Это супер круто. Зашибись. То есть мне нужно больше последователей, а это сто процентов. Дальше что у нас откроется? Так стоять, я не посмотрел следующие способности. Эй, только не разбегайтесь. Сейчас сразу будем дальше молиться. А, я могу прочитать только одну проповедь в день. Вот оно как работает. Очень жаль. Прекрасная проповедь, ты обладаешь всем, чем славились великие пророки. Теперь я понимаю, почему тебя избрали на эту роль. Чтобы последователи вели себя так, как ты желаешь, нужно будет провозглашать заповеди. Возвращайся в земли древней веры, ищи осколки скрижалей. Только на них можно начертить новые заповеди. Окей, теперь я должен еще какие-то скрижали искать. Окей, Си, погнали обратно в лес. Нас там ждет еще второй босяра. Ой, новое оружие. Скорость меньше, урон больше. Ну, на самом деле мне большая скорость больше нравится, а у меня и выбора-то нет. То есть это прям единственное оружие, которое я могу использовать. Ой, ну оно реально какое-то очень медленное. Я бы выбирал то, что дает мне больше маневренности, а не больше урона. Ну, посмотрим, как мы будем сражаться с этим оружием. А ну-ка. Что такое? Большой! Нифига, прыгун какой-то. Поебелся! Ну-ка стоять, блин, на тот свет отправляйся. Собираем несколько монет. Монеты нам пригодятся, как вы уже поняли. Траву, я думаю, собирать я везде не буду, иначе это будет очень утомительный процесс. Вот если она мне понадобится, я буду ее собирать. А пока нет. Ой, что такое? Наконец я тебя нашел, у меня добрые вести. Тот, кто ждет от снил твои усилия, решил открыть тебе одну из способностей короны. О-о-о-о. Ого. Мы впитываем тьму. Что за способность? Я могу прицеливаться теперь, чтобы стрелять. А это мне чем-то напоминает Хейдес уже. А, заметили, да? Так, ну давайте мы постреляем здесь немного. Мы как раз таки тоже собираем частицы души, и потом с помощью них стреляем. Это прям слезали из Хейдес. Теперь при убийстве врагов ты будешь накапливать усердие, его можно расходовать на проклятие. Понимаю, но теперь я могу стрелять. То есть сейчас появятся враги, в которых нужно будет стрелять. Не то, чтобы я был этому очень рад, но посмотрим. Давайте мы сразу будем шмалять. По всем раздали шмалять буду шмалять. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне эти пруганы не нравятся, они прям супер-мега непредсказуемо двигаются. Ну а я не потерял даже здоровье, это замечательно. Куда пойдем? Налево, направо? Давайте пойдем налево, я думаю, что осколок будет здесь. Нет, здесь будет карта Таро. Что за карты? Божественное проклятие. Они будут расходовать меньше усердия. Или же больше вероятность крита. Ого, вероятность крита, это штука поважнее. Тем более, что она, скорее всего, будет суммироваться и с выстрелов, и с ударов топором. Очень удобно. Давайте вот опять пошмаляем. Ой, что, я шмалять не могу. А, я усердия не собрал. Это плохо. Это очень плохо. Так, собираем усердия. Аааа, так его тяжело собирать. Я думал, что одна эта частичка, это один выстрел. А нифига. Это нужно примерно 4-5 таких частичек, чтобы сделать один выстрел. Нифига себе. То есть усердия по-хорошему нужно экономить. Ладно, получается, не должен я шмалять по всем подряд. Вот кучу усердия получили. И, судя по всему, отправляемся на следующую локацию. Это у нас магазин, наверное, какой-то. Это черт пойми что или камень. Черт пойми что меня привлекает, тем более, что дальше у нас будет последователь. Отправляемся на черт пойми что. И это у нас какой-то старый лис с испытанием. Что за испытание? Здравствуй, здравствуй. Не желаешь пройти небольшое испытание? Я дам тебе кое-что хорошее. Если ты пройдешь несколько полей боя, не уклоняйся. Если же тебя постигнет неудача, на награду не рассчитывай. Короче, я не должен уклоняться на трех полях. Ну, хз. Так, ну идем к последователю, наверное. Хотя, тут интересный значок. Ладно, мне последователи очень нужны. Давайте мы лучше будем освобождать последователей. Сейчас нельзя уклоняться. Нужно убрать гребаный палец с пробела. Червь всегда голоден, но не может насыдиться. Он пожирает нас на таковаться на защиту за спокойствие в наших лесах. Мы готовы отдать все. Ну, отдадите сейчас жизни. Стоять под люки. Так, я не уклонялся. Не уклоняюсь до сих пор. Куда стреляете? Стоять. Так. Опачки. Ай-яй-яй, потерял. Потерял все усердие. Больно. Но я все еще не уклоняюсь. В принципе, если он мне даст реально что-то годное, то он от этого стоит. То есть, стоять. Все. Еще? Да че ж вас так много-то? Вы че, охренели что ли? Так, а ты, паскуда летучая, стоять. Все. Последний в кустах прячется, да? Ай! Видели, как из кустов выскочил? Падла такая. Ой, олененок. Я бы его даже не менял. Давайте устроим небольшое голосование. Вот пишите в группу или в комменты, делать ли мне всех последователей лисятами или не делать. И вообще, если вы лайк до сих пор не поставили, поставьте. Иначе второй серии вообще не будет. Ну и давайте мы отправим его к нам. Блин, как это крипово выглядит. Ну, визуал игры сказочный. Мне очень нравится. Он у нас ожидает обучения, а мы переходим к боссу. Я прошел, получается, только одну комнату? Йокарный ты бабай. А у меня задание не сбросилось? Нет. Так, украсть преданность? Что значит украсть преданность? Это больно? Так, краду. Краду преданность. Окей, я украл всю преданность. И что это значит? Это плохо или хорошо? Воровать плохо. А, я могу эту штуку разнести, и внутри будет какой-то алтарь. А, и она заново восстанавливается. Что происходит? Так, преданности у нее больше нет. Я не понял, что я сделал. Я надеюсь, что мне это не аукнется. Потому что воровать плохо. Осколок скрижали. А, ну это различные осколки скрижали. Я беру центральный. Это хорошо или плохо? Многие тысячелетия назад здесь обитали сонмы божеств и их адептов. Какая напасть опустошила эти земли? Увы, животным свойственно забывать, а божествам уходить в забвение. Может они ушли, а может уснули. Может они поглощали и были поглощены сами. Уцелевшие же пустили корни, растянули паутины, возвели дома для себя и своих последователей. Когда-то этими краями провели десятки божеств, сотни. Теперь же... Всего пять, включая нас. А, я могу взять все частицы скрижали. Чтобы новое правило создать. Угу, нужно провести таинство. Окей, идем наверх или направо. Ох, мне нужно опять без уклонений все это делать. Ну давайте попробуем. Так, стоять, стоять, стоять. Ну давай, атакуй. Ай, он попал по мне. Но осталась всего одна комната. Нужно не забывать, что я могу шмалять по ней. Так, вот по вам буду шмалять, шмалять, шмалять. Хорош. Так, ай. Он не попал по мне? Нет, не попал. Ой, что за мудак вылез? А, это леший. Ты упорствуешь, крошка ягненок. В твоих словах ложь, в твоих мыслях страх. Алая корона вновь вернулась из небытия, но увенчала голову ничтожного санздания. Что это значит? А, убить лешего. Чаще появилось задание, ёкарный ты бабай. Чё вы так резко-то выскочили? У меня здоровья не так много. Полтора сердечка всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Это очень плохо. Он кучу культистов послал за мной. Так, тихо. Одно сердечко стоять. Куда атакуешь меня? Ещё? Ты куда ещё? Стоять. Ай, полсердечка. Стреляю. А, нечем стрелять. О, полсердца. Ай, из травы. Траву нужно срубать. Очень нужно стоять. Всё, я выполнил задание. Так, чё ты мне дашь? Прекрасно, прекрасно. Испытание пройдено. Хм, что ж тебе дать? Думаю, это достойная награда. Что это? Так. Неувидающая красота. Украшение, помогающее последователю выражать преданность быстрее. Круто. Это было не зря. Но я, скорее всего, не переживу этот забег, потому что у меня полтора сердца. Я, конечно, попробую всё это сделать, но чё-то я не особо уверен в себе. Но я должен быть уверен, меня подпитывают ваши подписки. Вот эта игра вся красная. Прямо как красная кнопка лайка. Так, я с ним уже сражался, разве нет? Нет, это босс прыгучий. Ай, 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 ай. Нифига себе, какие у тебя атаки интересные. Так, сейчас будет стрелять. Окей. А, я же уже могу уклоняться. Чё-то я забыл про это слишком, слишком поздно вспомнил. Ну давай, прыгай. Ай, ай, ай. Я плох, в таких играх да. Давно не играл, вы погибли за веру. Чёрт, на боссе слиться, какой позор. И при смерти мы теряем 25% предметов. Но главное, что я сохранил оберег. О, я открыл новую сцену. Отрень страх, ибо ты мой избранный пророк, и смерть не способна тебя остановить. И я буду хранить твою жизнь, пока ты не исполнишь своё предназначение. Возьми всё, что собрано тобой, ищи и вдохновляй тех, кто уверовал. Так ты обретёшь силу. Иди вперёд без опаски. Всякий раз, когда тебя повергнут ниц, ты восстанешь вновь с новыми силами. Окей, господин, понял. Большое спасибо за доверие. Правда, мне доверять идея тупая, я плох в рогаликах. Но я попробую. Давайте мы вернёмся, обучим нового чувака. Чего вы мне тут насобирали? Немного брёвен. Они разочарованы моим поражением. Минус 5 веры. Да вы охренели, я сейчас вам устрою здесь. Так, это у нас Джумерна. Ну и имя у тебя. Будешь Джаоном. Лисячим. Цвет у тебя будет какой-нибудь фиолетовый. Нифига ты крутой. Этот последователь у нас получает уровни на 15% быстрее. Это хорошо. И вот не знаю, куда его отправить. Наверное, тоже камни какие-нибудь добывать. Или ягоды. Могу я ягоды отправить и добывать? Пока что нет. Так, получаем наше озарение местное. Получаем откровение. Я думаю, нужно разблокировать участок земли, потому что нам нужна еда. Без еды они у нас будут бомбить. Угу, одно откровение мы потратили. Дальше у нас будет фермерский набор. Но я думаю, для начала спальный мешок еще нужно будет разблокировать. О, а это что такое? Говно какое-то. Кто насрал? Антисанитария способствует распространению болезней. Вы что, охренели? Рвотные массы, трупы я должен убирать. Йокарный ты бабай. Я что, в уборщике заделался? Смотрите, этот лисенок стоит и радуется. Что такое-то? Хочешь поговорить о чем-то? О чем? Помню, когда на моей родине настали тяжелые времена, все питались травяным салатом. Он никому не нравился, но только благодаря ему мы выжили. Попробуйте его приготовить. Амм, окей. Задача вроде легкая. Но для начала нужно говно все убрать. Вы тут насрали? Кошмарно. И, ребятки, я думаю, пока что на этом мы остановимся. Если вы хотите увидеть продолжение этой замечательной игрушки, мне она лично очень понравилась, обязательно влепите лайк, подписывайтесь на канал, зовите друзей, смотрите это прохождение вместе с вами. Ну и не забывайте, что с вами сегодня был Foxneo. Увидимся.